друзья приветствую вас на своем канале меня зовут наталья сегодня как вы по названию уже поняли будет видео посвящено готовым работам за февраль и март то есть сразу за два месяца поскольку февраль у меня не получилось снять поэтому я решила такое общее видео сделать сначала я вам покажу две работы связанные в феврале и у меня просто феврале еще было очень много процессов в работе эти все процессы то есть я они у меня перешли на март и соответственно в марте будет больше готовых работ и поэтому всего две работы за февраль сейчас я вам покажу а дальше перейдем к марту феврале в начале у меня был связан бактус девочки у меня совершенно не входит в кадр поэтому я его так завязала чтобы хоть как-то видно его было я сейчас вам ставлю фотографию на мне с сфотографированный бактус и посмотрите что он из себя представляет и дам вам всю информацию сразу хочу сказать вот по фотографии смотрите там вот этот вот хвост мне просто очень много писали по этому поводу что очень длинный я просто девочки его как бы на себя отдела и сзади слегка ну как не завязала даже а запахнула до под капюшоном чтобы виден был сам вот этот вот весь узор поэтому он получился таким кажется длинным вот этот хвост объемным на самом деле бактус небольшой если его завязать сзади на шее и убрать наперед как да вот эти вот хвостики то он получится вот совершенно аккуратненький сдрапируется и аккуратный бактус получается ну вот такая фотография у меня вышла к сожалению но я уже не стала потом перри фотографировать девочки поэтому вот так вязала бактус из пряжи ализе ангора gold земли здесь у нас 100 граммах 500 метров номер цвета 40 так и вот 75 процентов акрил 20 процентов шерсть и 5 процентов металлик то есть вот этот люрекс ниточка металлическая добавлена значит по размерам вязала на спицах номер три по размерам после вытого давайте я сейчас его развяжу немножко покажу вот это вот высота как бы сама 60 сантиметров получилось и размах крыльев так метр сорок очень красивый узор мне кажется такой знаете нежный не смотрится грубым за счет этого ажура посмотрите очень симпатично выглядит и вяжется очень легко вот такая работа у меня связалась начале февраля я девочки если что фон будет меняться то я те работы которые либо уже отдала либо мы будем носить я отдельно кусочками буду снимать поскольку ну чтобы потом ношеные уже вещи вам не показывать и буду в это видео вставлять то есть то что сейчас как бы либо носится либо уже отдана вот этот бактус я скорее всего подарю поэтому вот я его заранее снимаю для вас так первая работа следующая работа еще одна работа февраля это была связана шапочка для моего сыночка на весну вот такая девочки шапулька мне получилось знаю кому-то не нравится слово шапулька мне писали мне кажется прикольно вот с такой макушечкой такая стильная шапочка для мальчика мне кажется получилось очень красиво симпатично она смотрится по головке шапка теплая связана с подкладом вот такой вязаный подкладик у меня есть на канале 2 мастер-класса отдельно мастер-класс по шапочке второй мастер-класс как связать подклад ссылочки вам все оставлю либо будут подсказки в правом верхнем углу либо под видео будут даны ссылочки на мастер-классы либо там либо там смотрите как связать ушки завязками тоже будет отдельная информация у меня есть видео отдельные на канале тоже все вам дам по пряжи вязала из пряжи детский каприз теплые от пихорки здесь у нас 50 процентов шерсть мериносовая 50 процентов фибра в 50 граммах 125 метров номер цвета серо-бежевый 274 очень красивый цвет такой знаете как кофе с молоком наверное можно назвать вязала на спицах номер 3 полностью всю шапку и в одну ниточку по расходу по девочки на шапку у меня ушло 74 грамма полностью шапка с подкладом и с ушками 108 грамм вот так что еще вам по ней можно рассказать ну в принципе девочки наверно вся информация дана в мастер-классе если кому интересно можете зайти посмотреть связать вместе со мной вот такую шапульку здесь я макушечку закрывала то есть только вот изнаночные петли поначалу и она видите получилось вот как будет сюда таким клиниями такими ушла мне кажется здорово получилось стильно для мальчика на обхват головы еще вам не сказала 51 по моему сантиметр я рассчитывал на 50 51 вот так рассчитываете у меня где-то примерно такой объем головы обхват головы вернее о сыночка примерно вот на такой обхват головы связанная шапочка девочки получилось такая теплющая ну за счет того что как бы подкладик да здесь и двойной слой а здесь на ушках тройной даже вот на лобике тройной слой получается что отворот сама шапочка и плюс еще подклад но я его не от начала начала вязать немножко отступила очень теплое получилось но у нас поскольку холодная весна осень поэтому нам вот такой вариант после зимней шапки просто отлично подойдет если у кого-то допустим теплые зимы живете в таких регионах в принципе вот такая толщина вам вполне подойдет и для зимы можно сюда добавить меховой помпон и получится вот такая суперская шапка для малыша так я тут сделала высокий отворот не как обычно я делаю где-то на сантиметр я наверно выше его сделала мне очень понравилось как это смотрится на головке у ребенка когда шапочка одета не знаю решила в этом в этой модельки так поэкспериментировать мне кажется она смотрится здорово но опять же здесь все так тепленько все хорошо так ну наверно по этой модельки тогда все вроде как все вам рассказала вторая моя работа была феврале и уже феврале дальше у меня оставалось очень много процессов сейчас буду показывать работы марта то что я довязывал эти процессы либо там что-то еще новенькое брала заказы по моему у меня были сейчас перейдем тогда к работам марта еще в марте у меня было довязан заказ заказ по детской кофточке и по комбинезону давайте сначала разберем детскую кофточку вот такая красота у меня связалась на возраст 86 на рост точнее 86 вязала по своему мастер-классу детская кофточка алиса ссылочку вам оставлю в мастер-классе там я вязала на меньший размер но девочки во влогах своих я то есть вязала кофточку и подробно рассказывала где сколько набирала где какие рапорты делала сколько полностью всю всю информацию во влогах давала если есть желание связать именно на 86 размер то можете посмотреть открыть плейлист у меня на канале и зайти во вкладку влоги во влогах есть там увидите на одном из влогов заставочка идет верхняя часть кофточки сфотографирована можете зайти и посмотреть и уже там дальше двигаться смотреть я рассказываю полностью по всем параметрам так давайте сначала вам расскажу сейчас по пряже из чего вязала у меня немножечко этикеточка порвалась в общем ализы шикаримбэби в 100 граммах 320 метров вязала в одну ниточку на спицах номер 3 полностью всю кофту так номер цвета вот этот красивый бирюзовый цвет 287 белый цвет 55 это стопроцентный акрил очень хороший акрил я с этой пряжи очень часто вижу детские вещи довольно уже давно и поэтому не знаю я очень довольна этой пряжей и допустим вот после стирки после вто мне нравится что абсолютно нет никаких изменений разве что полотно принимает окончательный вид то есть петли все разглаживаются по размерам остается изделие полностью как до стирки так теперь по расходу бирюзовый бирюзовый пряжи у меня ушло 80 грамм белый 40 различия с мастер-классом рукавчики там в мастер-классе у меня идет ровный прямой точнее рукав и заканчивается платочной вязкой здесь я решила сделать но не я решил мы решили сделать немножечко кофточку на вырост и поэтому я сделала рукавчики с манжетиками с отворотом то есть ребеночек подрастет отвернут манжетик и будут еще носить давайте вам расскажу по размерам сколько она у меня получилось так высота кофточки вот если брать от самого верха и до низа 35 сантиметров в ширину так ширину здесь никаких прибавок ничего нет она просто ровненько идет 29 сантиметров дальше ширина рукава 11 длина рукава с погну с подогнутым если манжетиком до смотреть вот как на восемьдесят шесть я делала 28 сантиметров но если мажетик разогнуть то соответственно больше размер может подойти так обрабатывала воротничок в принципе так же как в мастер-классе столбики с накидом просто крючком и вот здесь на отвороте точнее на повороте вот на этом да я в одну петлю сделала 4 столбика с накидом чтобы такой как бы закругленный край получился так что еще по кофточке вам давайте со спинки покажу вот такая спиночка просто лицевая гладь идет поверху и низ кофты и низ рукав рукавчиков также как по передней части идет у нас узорчик вот такая кофтейка у меня связалась очень довольна я это работой мне кажется очень даже симпатично получилось так что еще я вам по ней хотела девочки рассказать сейчас посмотрю я тут себе пометки делала ну все размер сказала по размерам кофточку мы померили по пряжи вам все рассказала в принципе наверное все еще раз напомню если я сейчас если вспомню если найду тот влог я вам вставлю тогда в котором я начинала как бы вот рассказывать полностью как я ее вязала сколько набирала я вам тогда ссылочку оставлю если вдруг забуду девочки тогда в плейлисте в этих во влогах смотрите так давайте тогда по кофточке все и сейчас я вам покажу комбинезон и и вторая часть заказа это был комбинезончик на возраст примерно 35 месяцев почему 35 потому что как бы мы договорились заказчицы родился ребеночек они два месяца планировали пока не носить комбинезон и она год немножечко на вырос то есть до пяти месяцев вот примерно чтобы такой размерчик получился поэтому на 35 месяцев по комбинезону на 0 3 месяца у меня есть подробный мастер-класс оставлю вам ссылочку и вот поэтому мастер-классу можно связать допустим на 35 на 36 месяцев тоже девочки во влогах я полностью показывала рассказывала говорила где сколько петель какие размеры где как что вижу можете тоже если хотите такой комбинезон со мной связать как бы операция на мастер-класс а уже вот эти расчеты количество петель и все смотреть во влогах так по пряжи комбинезончики я вяжу из пряжи ализала на голод классик как правило так 51 процент акрила 49 шерсти в 100 граммах 240 метров и это номер цвета 245 очень красивый цвет для мальчика просто не знаю вот из всех комбинезонов которые я вязала этот цвет мне больше всех понравился в готовом изделии обалденный немножко камера его не передает он более такой насыщенный красивый цвет так по расходу на комбинезон у меня ушло 340 грамм то есть если даже на 6 месяцев вы будете вязать то 4 ма . вам вполне хватит и возможно даже еще там останется маленечко на что-то значит по так что то еще вам по нему хотела сказать давайте вам его покажу вот такой комбинезончик по спинке обычные комбинезоны да как многие девочки вяжут единственное я здесь вывязываю росточек то есть я удлиняю получается маленько вот спиночку что ребеночек маленький как правило в таком скрюченном положении как я уже неоднократно говорила подгибает ножки получается натяжение по спинке и за счет ростка до дополнительных вот этих рядочков немножко спиночка свободнее получается так давайте тоже наверное я его измерю если вам эти мерки нужны скажу теперь уже в готовом виде сколько он у меня получился ширина комбинезон чека 27 так нет 28 сантиметров по животику длина от плеча до низа штанины в подогнутом виде если резинка то 49 сантиметров если мы резиночку отогнем так погнули резиночку примерно 53 54 сантиметра получается так длина комбинезон чека ширина ножки разложу косы тут еще мне стянутые маленько пока где-то 13 с половиной ножка получается ширина длина ножки длина ножки 19 в под с подогнутой резинкой если брать то 19 так или вы подождите что позже точно так да где-то примерно 19 18 половиной 19 дальше ширина рукавчика ширина рукавчика 14 длина рукавчика так сейчас уложу хорошо примерно 18 длина рукавчика но я сейчас так быстро все конечно измеряю там если хотите во влоге я полностью все эти размеры точно все рассказываю дальше что я еще что еще по нему я вам хотела сказать сейчас я посмотрю свои записи девочки чтобы я ничего не забыла и дала вам всю нужную информацию капюшончик да вот капюшон забыла высоту капюшона я сделала 19 сантиметров пройма вот эта пройма рукава 12 сантиметров я ее сделала ну вот вроде как все основные размеры вроде вам назвала ну давайте еще вот этот размер мы померим с вами но еще вот этот параметр от проймы и до места где соединяли ножки 24 сантиметра то есть 24 пройма 12 и где-то 18 ножка примерно вот такие вот размерчики на 35 месяцев и вот такая вот прелесть у меня связала девчонки очень довольны я что быстро так смогла справиться этот заказик у меня к 8 марту то есть я комбинезон связала буквально наверно за три дня и дня за два наверно ту кофточку я связала поэтому за недельку я вот такой большой заказик осилила ну и параллельно там еще маленько свои процессы подвязывала так ладно я уже много наверное наболтала по этому заказу и давайте перейдем к следующему изделию и еще одна работа у меня была связана это детский комплект комплект шапка и шарф по шапочке у меня есть на канале мастер-класс по вязанию именно шапки как связать вязаный подклад шапка связанным подкладом вот с таким связанным подкладом ушки с завязками тоже я 100 оставляю в мастер-классе ссылочки как это все можно связать давайте сначала тогда всю информацию по шапочке дам шапку декорировала вот такими бусинами ну чтобы такой более девчачий вариант а получился вот такая шапулька макушечка посмотрите я закрыла таким цветочком красивым то есть я вот эти вот все косы как бы как листиками сюда закрывала получился такой симпатичный цветочек в итоге на макушке так вязала я шапочку резинка на спицах номер три основной узор на спицах номер три с половиной шапка связана на обхват головы 51 сантиметр то есть подойдет 50 51 сантиметр вот примерно ориентируйтесь именно по мастер-классу дальше вязала в одну ниточку пряжа нако бомбина marvel пряжу на этот мастер-класс мне предоставил интернет-магазин клубки в корзинке ссылочку на магазин внизу оставлю вам здесь у нас в 50 граммах 130 метров номер цвета 9009 обалденный розовый красивый нежный цвет 25 процентов шерсть 75 процентов акрил очень мягкая приятная такая детская пряжа я осталась очень довольна ей в принципе я наверное теперь буду детские комплекты или какие-то аксессуары вязать вот с этой ниточки девочки всем советую вот такая шапуля получилась так что еще по ней хотела вам рассказать наверно основные все моменты я сказала шапочка получилось теплая на холодную весну осень я дочь и вязала именно вот на весну когда начинает уже немножечко потепление снег таять вот на такой сезон поскольку тут у нас и подкладик идет и двойная она такая получается если допустим вы живете в теплых регионах то в принципе можно такую шапку связать и на зиму можно сюда добавить меховой помпон получится такой отличный вариант для зимы но у нас зима холодная поэтому и весна осень тоже поэтому вот у нас такой весенний вариант к шапочке я связала шарф на этот раз я решила сделать комплект с шарфом шарф связан у меня английской резинкой очень долго думала я какой какое дополнение до сделать либо бактус либо снуд но все таки я решила остановиться на шарфике и в принципе я довольна что я связала шарф мне он очень нравится получился невероятно мягкий воздушный легкий ну для ребенка маленького на три года мне кажется просто здорово довольно такой длинненький ну в меру по длине смотрите до того как я его постирала он у меня был метр 05 после вто он потянулся и стал метр 15 то есть на 10 сантиметров он потянулся я его сушила в подвешенном состоянии то есть через веревку перекинула полотенце и его как бы сверху через полотенце перекинул он у меня так сох то есть он получается обвис вниз выровнялись вот эти вот края петли все разгладились ну и получилась такая вот такой интересный шарфик значит длина его метр 15 после вот его ширина 13 сантиметров тоже я в мастер-классе там говорю что если хотите связать такой шарфик я оставлю ссылочку давайте здесь оставлю либо будет подсказка либо под видео будет ссылочка я вязала снут английской резинкой и в принципе я там показываю как она вяжется вы просто по тому мастер-классу сможете связать шарфик для вашего малыша набирала 30 петель на спицы номер три с половиной вот такой комплект связался мне кажется получилось очень симпатичная работа я довольна девчонки так ну наверное как я думаю вам всю информацию рассказала по подкладку по ушкам все вам сказала давно у меня просили мастер-класс именно по такой шапочке с таким узором ну вот кому интересно девочки можете пройти посмотреть и связать вместе со мной так еще по расходу девочки забыла сказать по расходу на шарф у меня ушло 80 грамм пряжи на шапку без подклада и ушек только одна шапочка 65 грамм примерно полностью вся готовая шапка с подкладом и ушками 109 грамм ушло вот теперь наверное все вам рассказала еще одна готовая работа это детский комбинезончик комбинезончик я вязала связала на возраст примерно три месяца плюс минус поскольку детки у нас все разные поэтому я по размерчикам примерно прикинула где-то на три месяца связан комбинезончик по нему я сняла подробный мастер-класс двух частях тоже оставлю вам все ссылочки можете пройти и связать вместе со мной такой комбинезончик использовала для вязания пряжу на коэстива пряжу на мастер-класс мне предоставил интернет-магазин белые розы ссылочки все внизу под видео оставлю здесь 50 процентов хлопок 50 процентов бамбуковое волокно номер цвета 6708 очень красивый мятный цвет к сожалению камера его не совсем правильным передает на самом деле в живую он намного насыщеннее и намного симпатичнее в 100 граммах 375 метров вязала в две ниточки и по расходу у меня получилось около 400 грамм на этот возраст комбинезончик получился такой я бы сказала весенне-летний вариант легенький мягкий так как вам показать давайте на рукавчики весь комбинезончик связан вот таким красивым узором я не знаю девочки как он называется меня очень часто спрашивали по ходу вязания и мастер-классе можете посмотреть как он вяжется но довольно симпатичный получился он такой немножечко дырчатый то есть тельце будет дышать и полотне смотрится очень красиво рукавчики обработала мы связала точнее резиночкой 2 на 2 и манжетики точнее на рукавчиках и на ножках резиночки 2 на 2 планочка платочной вязкой и по капюшону капюшон тоже я связала таким же узором красивым единственное здесь добавила я такую как полоску платочной вязки получается когда вот сочетание идет по краю и здесь для того чтобы когда я сшивала капюшончик получился довольно незаметный шов и на мой взгляд очень даже симпатично по спинке еще давайте вам покажу тоже полностью вот спиночка все связано одним узором тоже довольно вот смотрите дышащие такое да скажем полотно получилось вот и надеюсь вам видно на камере просвечивающиеся поэтому весенний такой летний вариант полухлопковый для малышей мне кажется будет прекрасно вот такой вот комбинезончик по вязанию еще хочу сказать вот для девочек для новичков то будет по мастер-классу вязать довольно нелегко вяжется и так скажем почему объясню поскольку вот эта пряжа я вязала на металлических спицах и она очень сильно скользила по спицам приходилось то есть мне постоянно контролировать натяжение нити и здесь практически нет скруточки вот у меня есть даже моточек практически никакой скрутки нет немножечко вот разве да она сильно расслаивается в процессе вязания поэтому нужно будет как бы аккуратно вязать чтобы не потерять петельки ну для тех кто опытные вязальщицы кто кто давно вяжет девочки я думаю что такой комбинезон чик вместе со мной вы свяжете без труда подробный мастер-класс двух частях напомню ссылочки все вам оставлю значит по комбинезону все и давайте перейдем к следующему изделию девочки вот такой шикарный палантин очень красивый нежный воздушным так давайте сразу наверное скажу вам по пряже потом все по палантину использовать будем пряжу опал пряжу для мастер-класса мне предоставил интернет-магазин кудель это эксклюзивная пряжа такую пряжу вы можете приобрести только в этом магазине ссылочки все внизу оставлю под видео в инфобоксе всю информацию пряжа опал здесь здесь 75 процентов шерсть 25 процентов полиамид номер цвета так 9642 и в 100 граммах 425 метров вот такая пряжа вязать будем в одну нить на спицах номер 4 по расходу так давайте сейчас я еще девочки не взвешивала сейчас сразу быстренько взвешиваем у меня ушел полностью один моток и вот от 2 что осталось так 61 грамм то есть 139 грамм у меня ушло на этот палантин по размеру ширина палантина получилось 32 сантиметра длина после в т.о. метр восемьдесят пять то есть до того момента как я его постирала когда только связала и я его примерно растянула до посмотрела он был примерно метр шестьдесят метр шестьдесят пять возможно и вот после этого когда он полностью весь у меня разгладился всеми петельки весь узорчик все получилось длина метр восемьдесят пять окончательная вот такой зубчатый край красивый посмотрите какой узор секционная пряжа очень красиво она легла в узор то есть вот получились такие как веточки либо перышки само полотно получилось такое легкое невесомое мягкое до стирки немножечко грубоватое полотно было шерсти как бы ну все равно чувствовалось после стирки пряжа раскрылась то есть она стала намного мягче и изделие теперь получилось очень приятная нежная легкая на ощупь то есть он такой довольно легкий палантин получился длинный его можно носить как набрасывать на плечи ну немножечко длинноватый да можно покороче связать если вы просто будете его набрасывать на плечи носить если вы хотите также как и я допустим делать заворот то есть как бы вокруг шеи и чтобы концы спереди связали то вот этот размер просто отлично подходит очень симпатично смотрится вот такой вот он у меня большой конечно весь не войдет сейчас в кадр вот вдвое у меня сейчас сложены посмотрите какой получился длинный по данному палантину у меня есть подробный мастер-класс тоже ссылочку вам оставлю кто захочет можете пройти вместе со мной связать вяжется довольно легко и быстро я думаю что здесь любой любая вязальщицы начинающие либо уже опытные без труда себе свяжет такой палантин еще одна была работа на заказ в этом месяце шапочка тыковка девочки я к сожалению не успела вам ее отснять для готовых работ сейчас ставлю фотографию и все по ней расскажу использовала пряжу вита сапфир так номер цвета 15 15 такой красивый стальной цвет здесь значит 100 граммах 250 метров 45 процентов шерсть 55 процентов акрил по расходу на шапочку у меня ушло ушел 61 грамм на обхват головы 56 сантиметров вязала на спицах номер три и набирала 112 петель и высоту шапочка у меня получилось двадцать семь с половиной сантиметров вот такая еще готовая работа у меня была я очень переживала как шапочка сядет по голове как будет смотреться поскольку первый раз связала с этой пряжи шапочки тыковки заказчица была с моего поселка девочка пришла померила осталась очень довольна и все год я ее забираю мне все нравится поэтому ну слава богу что все понравилось значит можно с этой пряжи вот такие шапочки тыковки вязать вот такая еще одна работа у меня была связана в этом месяце на этом я сегодня свое видео заканчиваю готовые работы я вам показала все у меня сейчас на данный момент несколько процессов есть в работе то я их сегодня вам показывать не стала поскольку решила сегодня сделать видео только по готовым работам если вам интересно посмотреть мои процессики можете заходить им во влоге видео влоге по вязанию там я показываю именно уже свои процессы что вижу на данный момент она сегодня это все спасибо всем за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте нажимать колокольчик чтобы вам приходили оповещение о моих новых видео и всем до новых встреч пока пока